всем привет сегодня вот вечером решили сделать все-таки фитосветильник фитолампу такой вот китайской лед ленты это один синий и три красных здесь диода стоит здесь 5 метров ленты у нас лента без защиты от влаги предыдущий отдел от защиты отлаги было дальше расскажу по самой основе для лампы это у нас лист алюминия толщина его наверно миллиметр один миллиметровый лист размером 40 сантиметров на 92 потом я этот лист разметил для 5 метровой ленты на 7 отрезков будет у нас 66 отрезков по 70 сантиметров и последний получаться кажется 80 до 80 сантиметров последний отрезок это седьмой этот что по длиннее будет 80 я буду клеить по центру для красоты чтобы было по центру длиннее будет по краях уже покороче с двух сторон этот лист я сейчас надрежу секатором здесь от углы сделаю надрезы потом загнул робро жесткости чтобы он не гнулся когда будет робро робро жесткости он уже так вот не будет туда-сюда потом нарежем ленту на равномерные отрезки это по 70 и последний будет у нас 80 также нам будет надо изолента на концы ленты где будет происходить спайка контакта у нас мы наклеиваем на алюминиевый лист кусочки изоленты сюда дополнительной изоляции так как когда будем паять клей на котором будет сидеть у нас это лента где плавится так что дополнительную изоляцию поставим сюда вот я подмечал эти места где будут края ставим изоляцию и также что предыдущая делал то там была изоляция отлаги силиконовая и когда приклеил пришлось нам отрывать края чтобы подложить туда изоленту и отрезать для пайки места на этой уже такой ошибки не будем допускать наклеим за ленту сразу это одно а другое там меня на той лампе вышли большие такие петли я делал с провода толстого где-то вот такого и вышли большие петли а здесь я буду делать телефонного одножильный он многоцветный такой вот провод будем делать перемычки всего между собой последовательно соединять эту лампу плюс к плюсу минус к минусу и вот чтобы были аккуратные петли у нас вот например минус надо чтобы находился с минусом рады будем клеить таким образом что вот видно на самой ленте резкость плохая короче у нас получается плюс и минус но к свету поближе может увидим получается плюс и минус будем ставить вот так у нас будет минус ко мне сейчас находится плюс туда с обратной стороны и следующее будем ставить так чтобы плюс был ко мне уже минус обратно и так все чисто и потом уже будем спаивать контакты последовательно п-образный такой вот дугой здесь выйдет и здесь и так все подряд ну сейчас я загну робро жесткости потом наклеим эту ленту нарежем нарежем наклеим не будем паять ну вот загнул я робро жесткости уже вышла у нас вот такое вот корыто мелкая загинала я немного где-то сейчас скажу по два с половиной сантиметра я загнул сейчас будем нарезать нашу ленту ленту будем будем нарезать ножницами такими маленькими по 70 сантиметров а что останется должно 80 получится так вот место разреза у нас здесь место разреза указано нарисованные ножнички сейчас плохое освещение то плохо и видно так что раз замеряем здесь уже припаянные провода с китая пришли с одной стороны здесь будем паять сами если заказывать метровыми так выходит намного дороже и хорошо было бы если у нас был этот основа на которую будем клеить что было по метру тогда у нас место среза было бы как раз вот видно на месте спайки а так место спайки у нас получается получается где-то вот 30 сантиметров отсюда посредине получится следующее так бы уже было бы зачистено все было бы хорошо паять ну припой берется хорошо к этим медным вот основанием контактиком так что особо труда нам не составит пришла катушка пароватая так заскакивая отрежем эти части вешу не мешали на среза должно выйти на шесть кусков по 70 сантиметра должно выйти на шесть кусков по 70 сантиметра все это дело будем паять на шесть кусков по 70 сантиметра уже 4 я належу сейчас вот мы будем разрезать как раз вот на месте спайки так все это дело будет паяться у нас последовательно потом к одному концу мы подсоединим провод основной и так же я подсоединяю ко второму и соединяю их вместе вместе подключение чтобы был у нас на лампе с этой стороны светильника подключен провод и со второй стороны противоположный то что если уход только с одной стороны то сильно греется лента состоянии подключения а покуда ток доходит до следующего уже это холодное а так я подсоединил с двух сторон и получилось что когда включают с двух сторон то равномерно прогревается во всем периметру светильника ну вот это у нас лента вышла длинней чем все 80 сантиметров ее мы приклеим центр а остальные по краям вышла у нас разотрезок два отрезок три отрезок четыре пять шесть шесть семь отрезков шесть по семьдесят сантиметров и один восемьдесят сейчас сюда как я и говорил наклеим пятачки подкладки здесь разметим так же восемьдесят сантиметров чтоб было от от этой вот линии вот чтоб проходит получаться линия но все отступим еще вот сюда пять и со второй стороны так же пять это будет у нас центральный клеится центральный отрезок ленты здесь уже будут по семь по семьдесят сантиметров с этой стороны три и сюда три ну сейчас будем клеить изолирующую ленту под концы ленты ну вот произвел я наклейку изоленты под концами где буду спаяться у нас в один слой думаю не пропали будем паяться ватным паяльником здесь я провел дополнительные линии чтоб видно было где клеить получилось у нас изолента по центру линии чтоб линия по центру проходила вот получается под изолентой линия по центру здесь будет у нас так вот лежат конец этого вот здесь будет лежать конец фитоленты самой наклеиваться и здесь так же вот я отступил пять сантиметров как я говорил и тоже наклеил это вот с этой стороны то же самое где-то сейчас вот здесь немного помятый алюминий так как бушный ого подправим я не выправился уже не буду бессильно наклеим сразу мы центральную чтобы видно было где плюс где минус и от нее уже будем клеить боковые лента лента это фитолента клеится довольно крепко то вот здесь начало вот сделаем вот расклеивается клеим таким образом чтобы было все ровно не съезжало в сторону берем вот так вот на палец потом клеим эту часть и потом постепенно будем оттаскивать вот вот край приклеил я сейчас натяну и таком натянутом состоянии будем это еще дело клеить по центру дорожки вот полностью снял я подкладку лист предварительно желательно промыть чтоб пыли не было на грязи вот наша лента наклеилась по центру полосы аккуратненько здесь вот получается у нас пятачок вот плюс минус сейчас сюда мы будем плюс к этой стороне но здесь лента длинноватая то не получится так как я планировал чтоб четко было п-образное сделается так наискость немного а здесь уже будет п-образным идти вот наклеили центральную мы линию таким же образом клеим и остальные будем у нас получатся сейчас плюс ко мне сюда следующую ленту будем клеить вот так мы перевернем так чтобы получался у нас плюс к плюсу когда будет перемычка идти отсюда сюда так до плюса с наружной стороны будет на наружную потом с этой стороны так же будем паять ну так как здесь уже готовый кусок провода то немного будет так вот цветком припаяно подогнем его сюда красковатый получился наверно придется его распаять все таки этот заводской отпаяем и сюда припаять свой уже провод короче сейчас я все это дело наклею потом будем уже производить спайку ну вот все это я наклеил наши ленты на фонарь будущий вот так у нас получилось встанет центральная 80 сантиметров боковые по 70 на концах у нас для изоляции изолента подкладочки так как здесь будем паять и та липучка снизу с двухстороннего скотча которая сейчас в качестве изоляции у нас выступает она будет плавиться думаю поплавится так что дополнительно по краях у нас изоляция все это дело хорошо обжимаем пальцами здесь вот я из завода такая припаяна была у нас провода кусок немного укоротил и вот так вот п-образно будем паять здесь я заводской не трогал он припаяется вот получается с внутренней стороны минус к минусу а с наружной плюс в плюс и будет аккуратно такими перемычками предыдущим я паял толстым получились такие вот кольца большие я их изоляторой приклеивал это вот я здесь изолировал также длинных хватает их тоже не будем уже отрывать пускай отпаивать припаяем просто еще выйдет вот в таком виде полукольцом у нас главное нам не эстетика чтобы работал фонар тот что я спаял за два месяца показал неплохие результаты лимон перестал высыхаться делая аэстетики для цитрусовых также тот у меня стоит на большом лимоне а это пойдет уже будет мандарыны апельсины подсвечивать фаламандины хорошие все цитрусовые сейчас я наделаю перемычек и все это дело будем паять ну вот поставил я уже разогрелся паяльник у нас вот наш пупой также что пупой у меня вот есть тоненький наматанный наверно миллиметровый и здесь вот я на катушку с фум-ленты также намотал припой сейчас покажу вот получается у нас можно разматывать с катушечки сразу и паять да уже сам придумал катушку с фум-ленты использовать для припоя так у нас получились вот такие вот перемычки размер я их на мелю непосредственно на самой этой вот ленте на отрезке замирал получились у нас здесь перемычка ставится вот пошел у нас ход пошел 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 здесь соединяемся и вот так вот змейкой вот будем заходить это заводская я оставил эти места спайки будем заклеивать с изолентой сверху и вот у нас получается здесь 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 выход здесь я буду подсоединять основной провод вот такой вот толстый на его крокодильчики поставим чтобы удобно было на предыдущем фонаре нету крокодильчиков надо сделать чтоб подсоединять было легко потом с этой стороны где у нас заканчивается лента припаяем так же провод и по диагонали чтобы меньше обводить можно и по кругу сделать уже по наружной стороне соединим здесь его плюс плюсом минус минусом ну по диагонали пушку по внешней стороне по диагонали и здесь соединим плюс плюсом минус минусом тогда будет ток поступать с двух сторон на ленту и она у нас этот светильник будет прогреваться равномерно я делал с одной стороны когда вход то вот эти вот рода где-то три греются сильно такие аж горачие а эти остаются летней температуры когда подсоединить вход с этой сделать и с этой и все это дело всечь ключи то получается что прогреваться равномерно так же вот еще перемычки попадали так же у нас вот я расскажу эта поверхность гладкая она работает в качестве теплоотвода будем назад все перемычки ставить ну ладно уже в процессе пайки поподбираем где что это сюда где-то была у меня длинная процесс пайки я снимать не буду так как это дело надо делать аккуратно и время займет немало покажу покажу уже конец результат когда будет все дело это спаяно у нас все провода это не подключены я включу как он у нас будет так это сюда как он у нас будет работать так сюда сюда и что где-то один проводок а вот он завалялся и сюда так дальше приступаю я к спайке все что получится сегодня и посмотрим ну вот закончил я пайку вот наше соединение здесь попаяно у меня вот проводом таким одним да красиво немного вот здесь где заводской стоит да они мягкие гуляет туда-сюда но ничего также вот я подсоединил уже все такой вот провод основной будет у нас вот это припаял два крокодильчика предыдущем фонаре у меня просто провода подсоединял наматывал а здесь с крокодильчиком будет удобнее здесь у меня как я и говорил основной вход потом от его по диагонали на вторую сторону и с этой стороны также подсоединяется все это дело я буду дальше сверху изолировать изолентой сюда так вот кусочками также наверх можно и не изолировать но лучше заизолировать чтобы концы если не отклеивались не отходили со временем я уже его выключал фонар все это дело я вот таким топорным паяльником паял конечно меньше лучше было 100 ватт 100 ватт паяльник неплохо он пропаял и крокодилы эти железные на меньше ватт был бы так не вышли сейчас будем подключать наш результат так подключаю я все это дело к блоку питания от радиостанции лед для проверки основную работу уже на растениях я включаю от зарадного устройства российского 20 ампер потребляя такая лампа на полной мощности когда включаешь зарадное регулятором выкручиваешь так два два с половиной ампера по паспорту китайцы говорили 75 ватт это лампа 12 вольтовая сейчас включаем так минус почти спутал минус с плюсом у нас на блоке питания получается минус наружный внутри а наоборот чуть не включил вот так светится наша лампа завтра будем ее на растение устанавливать уже делал я ее с 7 вечера и уже полдесятого почти короче два часа ушло такая довольно хорошая лампа обошлась она мне 7 долларов 7 долларов это сама фитолента стоит а алюминий все остальное досталось почти даром но если посчитать изолента то в основном изолента больше стоит вот такой светильник вышел за 7 долларов предыдущий там стоит и п 65 кажется защита от влаги это эти вот все диоды покрытые силиконом вот свет довольно яркий такой если смотришь глазами так шлепит даже вот и фотоаппарат реагирует при выключении резко засвечивается не знаю что за излучение этой лампы дают ну растение нормально реагирует сейчас я вверх подниму вот поднял на метр такое освещение у нас стоял у меня на большом своем цитрусе этот светильник да близко к листьям так лист попалило не знаю для глаза оно вредное не вредное может кто знает по этих фитолентах фитолампах подскажите по вредности оно это излучение вредное не вредное ну вот результат нашей работы потом я аккуратно эти углы по загинаю между собой саму лампу я вешаю за уголки креплю ленту с материи и подвязываю за что-нибудь в потолке шурупов пару алюминий хорошо действует как теплотвод вот сколько было она включена сейчас а минут где-то десять только чтобы нагрелась нормально так градусов до сорока вот такая лампа основной размер этого листа был 92х40 углы подогнулись если посчитать то немного уменьшилось если покупать в магазине такую лампу думаю дорого обойдется а так всего лишь 7 долларов сейчас эти места подизолирую и завтра уже поставлю так как на подоконнике света мало дни пасмурные вот был ночь тут дождь сегодня день дождь был снега почти не осталось так что лучше досветить растение и вот я оставил досветивал той лампой убирал с основного большого лимона на малые цитруцы то они пошли в рост но пришлось убрать обратно на материнское зеро потому что долго без света так оно начинает засыхать зимой после того как я проверил в действии эту ленту я вот решил еще одну заказал и сделал вторую лампу это еще вот уголки подогну будет более жесткая она такая сейчас не гнется особо когда углы зафиксируются будет кому понравился обзор потом как я делаю эту лампу ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии всем удачи до свидания